Убийство Бориса Немцова обсудим с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Он гость нашей студии. Геннадий Андреевич, здравствуйте, спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. Здравствуйте, Катя. Сегодня и политические соратники, и оппоненты Бориса Немцова обсуждают его роль в политике страны как оппозиционера. Вот Ирина Хакамада так его описала, как политика, несмотря на то, что он был жесточайшим критиком действующей власти, он был одним из самых мирных оппозиционеров. Вы в этом с Ириной Хакамадой согласны? Хочу еще раз выразить соболезнования всем друзьям, близким, родственникам, да и, собственно говоря, всем нам, потому что это откровенно стопроцентное политическое убийство. Убийство одного из лидеров, который, да, был не согласен с этой властью, но сам прошел все властные ступеньки, известен в России и за рубежом. И для того, чтобы осложнить обстановку, на мой взгляд, вот выбранное время и место – это циничное, подлое и мерзкое преступление с далеко идущими последствиями. Поэтому требует немедленного расследования, очень четкой оценки происходящей, одновременно выдержки всех политических сил. Нельзя нагнетать истерику, потому что это напоминает мне накануне 90-х годов и накануне чеченской трагедии. Вместо того, чтобы сесть за стол, обсудить и принять решение, вот была такая истерика, которая и привела к нашей трагедии. Что касается его качества, я с ним много раз встречался. Он был одним из губернаторов Нижегородской, дверь которого была открыта. Если некоторые закрылись и боялись встретиться с лидером Компартии, он встречался, приглашал журналистов. Я абсолютно не разделял его либеральный, американизированный подход. И говорил ему, либеральный для России смертелен. В огромной холодной стране никакой рынок не отрегулировали. Только умная, сильная, хорошо организованная власть в состоянии управлять таким гигантом, которым является Российская Федерация. Американский вариант нам не подходит. Но вот эта провокация для американцев огромный подарок. Я сейчас внимательно посмотрел всю западную прессу. И ах, ну, во-первых, все делают для того, чтобы замазать свои грехи и преступления, которые они творили в последнее время везде, от Афгана до Ливии, от Югославии до братской Украины. Все делают для того, чтобы забыли. А Боинги, которые они вместе с украинской властью грохнули и пытаются все раскачать у нас в России, свалив на Кремль. Но это полная глупость. А возможно будет раскачать внутриполитическую обстановку? Я хочу сказать, надо власти принимать быстро, энергично и грамотные меры. На мой взгляд, надо было немедленно в Кремле под руководством Путина собрать самых влиятельных политиков и договориться о порядке дальнейших действий. Я бы не стал настаивать на проведении вот того марша, который они завтра собираются проводить к месту гибели. А потому что, если посмотрите, все самые крупные страшные события за последние сто лет начинались, казалось бы, вначале с небольших преступлений и провокаций. Да, убили герцога Фердинанда в Сербии. Но затем все это вылилось в Первую мировую войну. Фашисты организовали руками вандерлюбие полусумасшедшего Паджо Христага. А за этим последовал расстрел коммунистов, социалистов отправили к концлагеря и стали жарить на кострах целые народы, развязав мировую бойню. Если посмотрите на американцев, это высшего класса мастера проведения такого рода провокаций. Все от войны с Испанией, когда они сами подорвали свой крейсер на рейде в порту Гавани до Танкинского залива, откуда начиналась война со Вьетнамом. И если вы посмотрите ситуацию на Украине, ведь вначале погиб Гангадзе. А потом они притащили свой спецназ и вместе с боевиками расстреливали Берку. А затем, захватив власть, отдали приказ расстреливать целые города, и Донецк, и Луганск, и Славянск, и Краматорск. А теперь пытаются и нам раскачать ситуацию, потому что санкции до конца не подействовали. В Минске вроде бы договорились, вот, Боинг не спасает положение, всем становится ясно, кто что. Очень важно дестабилизировать ситуацию в России. И если вы проводите какие-то массовки, достаточно всего несколько инцидентов, чтобы там пошло и поехало и покатилось. Еще, Катя, один случай. Ведь Чечне начиналось с того, что те, кто назывался демократом, приехали, уломали Дудаева, он сружил при Балтике. Тот приехал своими подельниками, разгромили Верховный Совет, и председателя Горсовета застрелили в кабинете и выбросили из окна. И после этого, вместо принять жесткие меры со стороны власти, туда послали представители, отдали оружие, которое хватит вооружить две дивизии. Вот так начиналась и чеченская трагедия. Да и, собственно говоря, и 91-й год начинался с того, что вместо диалога за нормальным круглым столом организовали эту манифестацию. Погибло три наших соотечественника, им через два дня Горбачев присвоил звание Героев Советского Союза, а потом расстреляли Дом Советов, и покатилось, и пошло. В одной только чеченской войне ухлопались 120 тысяч. Поэтому надо не допускать этого, срочно принимать меры. Я внес предложение немедленно обсудить с лидерами и провести открытую трибуну, Нарышкин это проводит, для того, чтобы договориться о порядке действий. Пытаются раскачать и взорвать нашу страну. Я понимаю, почему, но мы обязаны все сделать, чтобы не повторить свои трагедии. Сегодня генерал Владимир Маркин уже использовал выражение, которое в свое время озвучивал и Владимир Путин, о сакральной жертве. Мой вопрос, можно ли считать Бориса Немцова той самой сакральной жертвой, о которой говорил Путин. И сейчас понятно, когда соболезнования будут высказаны, эмоциональная составляющая отойдет на второй план, все внимание будет к тому, как Россия это громкое убийство будет расследовать. Борис Немцов при жизни много сделал для того, чтобы обратить внимание на дело Сергея Магницкого и призывал к объективному, публичному расследованию этого дела. Может ли так статься, что убийство вот этой ночи с пятницы на субботу Бориса Немцова станет началом так называемого дела Немцова? В свое время дело Магницкого стало поводом для введения антироссийских санкций. Можем ли мы ждать вот такого дела Немцова? Генерал Маркин, опытный человек, прекрасно знает свое дело. На мой взгляд, он совершенно прав. Почему прав? С точки зрения политической, Немцов мог отчасти влиять на ситуацию в Ярославской области. Масс нет, избирателей особо не поддерживал. Каких-то новых идей, кроме и дальше давайте распродавать, тоже нет. Что касается Украины, его позиции в корне расходятся с интересами нашей державы, но совпадает с американской и натовской. В этой связи он, как человек известный и в России, и за рубежом, очень подходящая кандидатура для того, чтобы дальше нагнетать истерику, усиливать давление на Кремль, на нашу страну и парализовать возможность управления. Вот тут очень важно, еще раз подчеркиваю, кто-то может не разделять мой подход, не дрогнуть и проводить дальнейшую политику на укрепление нашей независимости и самостоятельности. Но одной внешней политики мало. Нужен внутри страны, качественно иной нужен и социально-экономический, финансовый курс. Надо все сделать, чтобы решить кадровые проблемы. Надо немедленно принять меры для оживления производства и поддержки. Я поражаюсь. Есть 5-6 вопросов, которые надо решать немедленно, но даже я не вижу четкого обозначения этих приоритетов со стороны правительства. Надо кормить страну, в деревне надо заниматься. Миллиардерам банкирам 1 триллион выделили, а на село 50 миллиардов. Рублю соку двое 25. Вам не хватит на солярку, она на супа севная. Стройки останавливаются под эти 15-17%, а это значит кредит по 30, никто ничего не возьмет. Завтра будет еще один миллион безработных. И все вместе взятые. Плюс вот такого рода провокации будут наслаиваться, накладываться. И это повод для того, чтобы организовать в Москве очередной Майдан. Мы уберегли за последнее время страну дважды, но бдительность нельзя терять. Петр Порошенко назвал в социальных сетях Немцова мостиком между Россией и Украиной. И сейчас этот мостик уничтожен. Вы с этой ролью Бориса Немцова согласны? Мостика между Россией и Украиной? Ну, Борис Немцов был советником у Ющенко. Он там участвовал на их Майдане, носил оранжевый шар в принципе. Что касается мостика, мостик может быть только тот, который понимает, что без мира и признания Новороссии решить ни одной проблемы. Если американцы дальше туда затаскивают тяжелое оружие, оно придет обязательно со специалистами, офицерами, и там дальше вражда и гибель неизбежна, тогда будет наращиваться конфронтация, что выкапывает новый ров между Россией и Европой. У нас товарооборот с Россией в прошлом году 450 миллиардов долларов, а с Америкой всего 30, даже меньше 30. Тогда ров новый между русскими и украинцами, а мы один народ, русские, украинцы, белорусы. И тогда у нас возникают проблемы, которые будешь решать 50 лет, и толком не решишь. Поэтому это никакой не мостик, это поддержка одной линии, которая, по сути дела, враждебна нашей стране. Главным мостиком с Украиной может быть качественно иная политика в Киеве. Но там сегодня господствуют ЦРУшники, воры, олигархи и откровенные нацисты-бандеровцы. И то, что мы активно поддерживаем Новороссию и Донбасс, это вообще говоря исключительно важно. Почему? Потому что если там закрепятся натовцы, завтра вы перестанете спать. Не устаю 20-й раз повторять, если натовские ракеты появятся под Харьковом, до Центра управления Москвы они летят меньше пяти минут. Вам выведут всю систему управления, и вы проснетесь, даже штаны не успевая одеть, как вас обесточат полностью. Геннадий Андреевич, давайте вот все-таки к преступлению вернемся, и к версиям этого убийства. Рассматривается несколько версий от личных до политических. Если мы будем останавливаться на политической версии убийства Бориса Немцова, кому это убийство могло быть, на ваш взгляд, выгодно? Дайте, ну давайте разбираться. Кремлю категорически невыгодно. Почему? Ну, в любой точке зрения. Ну, во-первых, место, где это проведено, напротив Кремля, рядом с храмом Василия Блаженного. Сейчас картинку показывают, я западный источник смотрел. Крем показывает и храм, и эту трагедию. С точки зрения управленческой, он никому особо не мешал. Отдельные факты, собственно говоря, не понуждают такого рода действия. Если брать нашу официальную власть, она весьма опытна. Ей удалось локализовать ситуацию в Чечне. Ведь Рамзан Кадыров из кусков собрал Чечню. Уберечь Дагестан от того нашествия, которое организовали американцы. Мы уберегли Карачаево-Черкесию от потрясений, там, уникальный опыт. Значит, власть в этом отношении обладает. И, собственно говоря, то, что происходит на Украине, Порошенко вынужден вместе с американцами капитулировать. В этом отношении власти такого рода скандал и такого рода несчастье, ну, категорически невыгодно. Партии и власти, тем более, с финансово-хозяйственной политикой не справляются. Рубь подешебел вдвое. Ситуация на селе Ахово и на стройках тоже самое. Малый и средний бизнес бедствуют. Ничего. Что касается оппозиции, тем более. Мы предлагали и предлагаем сеть, обсудить. Готову программу антикризисных мер мы предложили. Я официально ко всей стране обратился с открытым письмом против русофобии и антисоветизма. Ведь Украину и всех нас за последнее время накрыло три волны. Русофобия, антисоветизма и либеральное беспредело. Разрушили страну советскую, вывернули карманы уграждан, породили беспредел и подожгли войну на Украине. Поэтому любая новая волна русофобии и антисоветизма в России, она расстраивает окончательно все. Георгий Ильич, а можно прямо совсем коротко? Вы уже сказали о некой театрализованности. Ну, во всяком случае, о театрализованности в подготовке сценичности этого убийства. И какой мы видим задник при освещении этого события всеми СМИ, российскими и мировыми. Звучит также мнение о том, что... Ну, Борис Немцов был автором многих жестких высказываний оппозиционных. Он и Владимир Путин назывался им личным врагом номер один. Говорил, что боится за свою жизнь. Есть мнение о том, что тем самым сам себе подписал смертный приговор. Вот вы с такой версией. Я не разделяю точку зрения. Если посмотреть, что пишут, говорят, в том числе и среди оппозиции, в том числе и среди болотной, собственно говоря. Ну, у президента нервы довольно крепкие. Ему удалось во внешней политике решить очень многие вопросы. Если бы ему хватило в воле укрепить серьезно правительство и провести качественной финансово-экономический курс, мы бы избежали этих потрясений с точки зрения бесценного рубля и нынешних трудностей, которые есть на стройках, в сельском хозяйстве и в промышленности. Сейчас надо сосредоточить усилия на решении 5-6 задач. И можно было этим сообща заняться, в том числе и всем представителям оппозиции. Убийство такого рода, такое громкое убийство, не говорит ли о том, что политикой заниматься в стране опасно? И не дает нормально работать любой власть. Говорит ли это убийство о том, что политикой в стране заниматься опасно? Ну, это всем очевидно. Перед вами сидит человек, которому тоже сотни раз урожали, не раз судили. У нас он Бессонова судят беспардонно и ни за что. Три года тому назад потолкались с полицией и пытаются мужику 5-10 лет дать. Ну, чушь полная. Власть должна научиться вести более откровенный предметный диалог. Мне кажется, в этом отношении огромные резервы не используются. Я благодарю вас за комментарий, за вашу позицию. У нас в студии был лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...